Добрый вечер, добрый вечер. Ты мне попросил, чтобы сначала выставлять какую-нибудь картину, волшебная ночь. Ты посмотри, какая обалденная картина. Слушай, да проще же людям просто посмотреть мой альбом международный. Да, под описанием и все. Конечно, что мы все время выставляем, у меня много картин, но у меня же не так много, сколько спрашивается. Слушай, ну конкретно, давай, мы договорились, что будем сокращать время встреч, чтобы за минимум времени давать максимум практической полезности. Например, исходное состояние. Ты уже знаешь по индикатору сколько. Да, у меня где-то восьмерка-девятка, потому что у меня такой момент произошел, то, что как будто я крайне остался. Вот за это. Я тебя не понимаю, что значит крайне? Ну, крайне то, что человеком должны были взаимодействовать, допустим, так, что, ну, то, что чувство вины меня оставило, какие-то жертвы. Ты с кем-то там работаешь, с кем-то общаешься, у тебя какие-то проблемы возникли? Нет, он просто решил просто отделиться и все. Кто, партнер твой? Да. А, ты с партнерами общаешься. Я же на это не заточен на бизнесе, а поэтому просто как специалист по психологии, как вы понимаете, я же не в курсе дела, мы же не живем друг у друга в головах, понимаешь? Поэтому ты конкретнее говори, у тебя партнер, ты с ним разладил отношения, и у тебя сейчас на индикаторе напряжения здесь, где-то восьмерка. Да, где-то восьмерка. Мне кажется, даже из-за того, что когда мы начали прорабатываться, пространство очищается, и она именно тянет тех, у кого тоже такие глобальные мысли для человечества. Понятно. Слушай меня внимательно. Давай сейчас сразу я тебе покажу упражнение, которое моментально снимает вот это состояние, чтобы ты потом сравнил на индикаторе, сколько у тебя. Хорошо? Доброе утро. Вот скажи, что ты сейчас чувствуешь в данный момент? Вот здесь прям сжатость у груди, где солнечное сплетение, сжатость. Еще что ты чувствуешь? То, что вот здесь чуть-чуть напряжено. Еще что ты чувствуешь? Вот эта правая рука спотела. Спотела, да? Да. Возьми правую руку несколько раз, делай вот так, 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 быстрее, быстрее. Здесь напрягает. Вот это мы создаем сейчас адаптацию к существующему состоянию. То есть мы берем, вместо того, чтобы пытаться не чувствовать это, наоборот, пытаемся это чувствовать сильнее, 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 сильнее. Сжимай руку, да, нажимай на голову, нажимай на голову и сдавливай грудь себе. Сдавливай грудь, сдавливай грудь. Да-да-да. да 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 Нажимай, 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 да? Быстрее, быстрее, быстрее. А потом сбрось, да. Таким образом, доводя на максимум напряжения, оно после максимума сбрасывается. Так у всех людей всегда бывает, просто они не всегда на это больше внимания. Да? Сбросил? Да, но у меня здесь такой момент произошел, что чуть ниже перешел. Ну, очень хорошо. Теперь чуть ниже перешло, да? Чуть ниже перешло. Направь туда внимание. Направь туда внимание. Да. Усиливай там это напряжение. Усиливай, усиливай. Жимай ногами, жимай ногами, так живот, жимай, двигай животом. Делай движение, которое тебе хочется в этот момент сделать, чтобы напряжение усилить. Чтобы напряжение усилить. Чтобы напряжение усилить. Таким образом, ты обучаешься адаптации к любой неприятности организма. Да, адаптация. Идти навстречу, идти навстречу, да, идти навстречу. Не конкурировать с этим. А, во, молодец какой-то. Очень красивый. Да, взял. Довел до пика, довел до пика. Потом происходит сброс. Да? Во, молодец. А теперь посмотри, сколько у тебя происходит на индикаторе напряжения. На градуснике напряжение. Сколько сейчас? У меня двойка. У меня двойка пока идет. Снизу это двойка. Так быстро? А, это, ну, потому что ты же уже тренировался по ключу. Да. Поэтому у тебя быстро. У каждого человека, кто тренируется по этим приемам, уровень, уровень легко регулируется малейшими действиями, ну, правильными, которые я сейчас показываю. Вот если вы еще посмотрите два занятия с Алексеем, вы увидите несколько приемов, пройдя круг которых, вы сможете легко регулировать свое напряжение сами, без всякой посторонней помощи. Ага, а вот когда вот мы скинули напряжение, а после этого левитацию мы тоже так же создаем, да? Ага, лучше теперь ревитировать. Давай, давай, сделай левитацию, сделай левитацию. Угу. Представь, что руки поднимаются и одновременно думай о своих мечтаниях. Раздели внимание пополам. Одна на руках, которые всплывают. Ой, смотрите, внимание, внимание, смотрите, как у него веки. Вот что у него там под глазами происходит. Вот, вот он транс ходит. Видите, что происходит? Мелко-мелко дрожат глаза. Когда человек ходит транс, или когда человек засыпает, или когда человек просыпается обычным сном, у него тоже происходит вот такое дрожание. В следующий раз я вам всем покажу, как специально, сознательно дрожать глазами, чтобы входить в это же самое состояние без всяких упражений других. Другой их, если вам это подойдет, вы будете эти поясы. Если это не подойдет другим приемам, принцип подбора путем перебора, это и есть выработка навыка регулировать свое напряжение. Ну, а сейчас, как у тебя дела? Отлично. Вот прям внутри грудь как будто улыбается. Грудь улыбается, прям улыбка. Да, все. Благодарю. Подожди, подожди. Ты со своим партнером поссорился, или разлад там получился? Ну, просто... Как ты сейчас на это смотришь? Я спокойно сейчас, я как-то спокойно сейчас на это смотрю. Удивительно, правда? Вот кто это не почувствовал, кто эти приемы не сделал, он не понимает, о чем мы говорим. Да, это надо все на себе. Или вот этот прием, или напряжение, или каталепсию, или вот такое дрожание, дрожание, потом сбросил, сделал взгляд рассеяние, и поймет, о чем мы говорим. Да, с вами первыми меняем. Давай, до встречи. Все, до встречи. Благодарю.